Привет мастеровым. Тема починка компрессора автомобильного. 12 вольт. Вот он красавица. Проблема понятная, не качает. Подключил к аккумулятору. Сейчас проверим. Берем этот шланг и перекрываем пальцем. Раз, перекрыли. Опа, переворачиваем. Запотай такие вот под крестообразные отвертки. Выворачиваем их. Опаньки, опаньки. Вот он наш механизм. Посмотрим, как этот агрегат работает. Включаем. Понятное дело. Двигатель 12 вольт. Вращает эту шестеренку большую. Уменьшает вращение оборотов типа такого маховичка. И двигает поршень туда-сюда. Раскрутим его. Раз шестеренки у нас крутятся, передается движение. Значит, проблема может быть в чем? Или в кольцах, если они там имеются. Или в клапанах. Раскрутим это дело. Вытаскивается он элементарно. Вот так вот. И он с кожуха с этого выходит. Здесь имеется три крепления, которые держат там, видимо, поршень. Раскручиваем их. Аккуратненько его вытаскиваем. Так, ничего не стреляет, по глазам и бьёт. Опа, какой-то поршеньок появился. Обыкновенная краса втулка. Штруб из какой-нибудь. А здесь у нас находятся клапаны. Вот этот один клапан, это второй клапан. Это, чтобы, когда качает туда в обратку, не шло. А этот всасывает. То есть сюда воздух заходит, туда выходит. А это обратный клапан, чтобы назад не отдавало. Понятненько. А это, как говорится, обыкновенная втулка. Вот снержавейки даже, да? Поближе сюда. Начнём с самого простого, с клапанов, как говорится. Проверим, какой-то клапан, какой из них чего там делает. Ту шлангу я беру, как говорится, и ртом. Сперва давление создам. Не дуется, нифига, блин. А вакуум создам. О, подаёт сильно, а значит живой. Так, какой-то клапан. Ну, я думаю, что вот этот верхний. А, вон. Там какая-то пружина есть, его придавливает чуть-чуть. Соответственно, это клапан входа. Засасывает воздух сюда. Вот они, отверстия здесь, которые и входит в воздух. Вот этот клапанчук. Вот этот. Так, ясно, с клапанчуками можно сказать, что понятно всё. Засасывающий клапан, конечно, проверить сложнее. Но, он крутится. Он неразборный. Лучка такая сделана, но она, конечно, не плотно будет пролегать. Вот туда его ставлю. И буду туда дуть. Туда идёт нормально. Кто-то там прыгает. Есть герметичность, не могу создать. Хорошо он держит, плохо, не знаю. Ну, прыгает. Возможно, конечно, это причина, но пока выводы делать рано. Значит, посмотрим поршину вот этот механизм. Так, имеется, значит, у нас вот этот, значит, манжет. Но я его попробовал. Видимо, с пластмасса он сделан. Но я так думаю, что, значит, он свою отработал и, видимо, обточился. Меняется он? Нет, не знаю. Надо вот этот вот палец как-то вытащить. Пошевелим. Тут дырка не сквозная, отверстие. А, выходит. Вот он, пальчуган этот. Вытащим его. Опаньки. Есть. Снимаем поршинёк. Место для хода, люфты всяческие, этот шатунчик, понятное дело. Так, смотрим зазоры. Конечно, зазор с поршием так и надо, и нет, я не знаю, но вообще-то не надо так, конечно. Вот потом сюда его вставляем, он свободно проходит туда. Опа. Так, разборный он, неразборный. Видно неразборный, видно, что здесь развальцовано. Это как-то встали на развальцованный. Мы рассматриваем поршинёк этот. Так, отверстие понятно, они сквозные. Опа. Здесь вот имеется такой вот наплыв. Наплыв, наверное, не зря стоит. Этот наплыв должен входить в тот паз. Опа. Паз какой-то имеется, видите. Это странно разбито, но здесь, кажется, он люфт имеет. Туда-то туда-сюда бегает. Отдавит, видимо, вверху. Для чего этот паз нужен? Вот это у нас был верх. Но я сразу в таких случаях беру и помечаю это дело. Вот здесь вот стрелочку поставил. Это верх у нас был. Смотрим в середину, что там происходит. Я понимаю, это, значит, для того, чтобы, получается, этот наплыв должен входить в эту канавку. И по ней ходить. Вот он у нас наплывчик. Сопрягаем с этим этим самым. И туда обставляем. Это при сборке, я, конечно, это очень, что это, видимо, очень важно. Для чего это сделано? Насколько я понимаю, значит, снизу он с мертвой точки выходит. Если бы он плотно все время был, то ему тяжело. Вот, видимо, здесь вот проскакивает по этому пазу. А потом в конце здесь вот сжимает он. То есть, чтобы это самое, с мертвой точки сорваться его. Маховик здесь маленький. Если бы этого не было, видимо, что при небольшом давлении уже бы начал бы клинить. У него инерции бы не было. Понятно. Так, пока не придумал, как его там это самое починить. Значит, начнем, кажется, по порядку. А там мысль хорошая придет. Значит, берем двухтысячную наждачку. Немножко там прошлифуем с водой. Вытаскиваем поршенек. Смачиваем наждачку. Можно приспособление какое-то сделать. Пальцем-то вот. В одну сторону придавливает на плоскость. В эту сторону, теперь в эту сторону. Что хуже, во всяком случае, не будет. А что-то прошлифуется. Приспособил на такую штуку. Двухтысячная не здорово сразу берет. Я шестисотый сперва. А потом с водой двухтысячная. Вот это сейчас делаю. Результат такой. Блестит, как у кота яйца. Нормально. Так, значит, такой вывод у меня. Процветов 99 манжет у нас не держит. Как его это саморасширить? Понятное дело. Лучше купить, значит, новый манжет. Как его вставят? Отпитак завалюционный. Но продается он отдельно или нет? Или продается мы здесь поршим или нет? Не знаю. Вот временно за все как делаю. Беру вот этот паз манжета. Вставляю нитку. Хорошо я там втрамбовываю. И до того, как приобрету потом новую. А бывает, что и забыл, что она там стоит. Работает себе это и все. Но на этот раз я пойду немножко другим путем. Сделал вот такое вот кольцо. Пружинное. Видите? Она будет его расширять. Манжет. И туда вот вставлю его. Раз. Но я не буду показывать, потому что здесь работа такая миниатюрная. Вот. Вставляю, значит, вот в этот паз. Между манжетом. И корпусом мытьем. Вставил. Вот она получилась. Если внимательно просыпается, видно, видите, вот этот кончик такой. Значит, я его туда еще немножко загоню дальше. Потом, когда оно туда войдет, это дело все уплотнится. И не даст ему выскочить обратно. Вот этому распорному кольцу. Собираем это. То есть, конечно, можно вот это дело приобрести новое. В принципе, можно и новый компрессор купить. Надо, но не надо. Кому надо, значит, выкину этот новый. Купил. Я люблю покопаться до пепла, пока он, значит, у меня не сработается. Собираем это дело. Ставим вверх. Метка у меня стоит кверху. Вот этот пазик, значит, должна попасть выпуклость на поршни. Вставляем. Это у нас вверх. Значит, мы отсюда его только опаньки. И аккуратненько туда загоняем. Опаньки. На месте. Вталкиваем его до конца. Смазываем его маслом, которое у нас имеется. Вот так вот обеленько туда его. Я вот не пойму, почему здесь в этом механизме не предусмотрена смазка. Вот этого дела. Вот я сделаю отверстие в корпусе, где можно капельку дать туда и смазать. Движущая часть, она и нагревается. Проталкиваем, чтобы у нас отверстие вышло. К отверстию вышло. Вот она. Вставляю чуть-чуть палец на миллиметр. И сопрягаю с шатуном. И до упора туда его есть. Чтоб не выскочил поршень, подаем вперёд. Для опознания, кажется, проверяем ход поршни. Вот это, грубо говоря, верхняя мёртвая точка. Вот он не доходит. Миллиметр тренера сюда. Нижнюю. Посмотрим, пошёл вниз. Опа. Вот она нижняя мёртвая точка. Вот тут вот примерно. Вот и вниз не доходит. Вот эта рабочая часть его, миллиметров 16, наверное. Туда и пошёл вверх. Опа. Сдавил, выбросил, пошёл вниз. Понятное дело. Собираем. Берём аллоку с клапочками. Ставим на место. Здесь вот не попутать, как разбирать, так и собирать надо. Вот это можно так, так поставить. Вот так она должна стоять. То есть трубка повдоль. Опаньки. И затягиваем. Сперва наживить его надо. Не сильно затягивает, у перекуса не было. Раз, дошло, хватит. Дошло, не дошло ещё. Смотрим, нормально там село. Нормально. Здесь дотягиваем равномерно. И ещё раз. То есть несколько раз так пройтись надо. Не крутится. Порядочек. И теперь, как всегда, агрегат идти надо. Холостой пусть поработает. Холостой пусть поработает. все работает ничего главное не поломали проверочка попутно вот эти два проводка были оторваны вот они сюда припаивают это мигалка включаем вверх свет как фонарь среднее положение и мигалка то есть авария все работает все можно собирать еще раз проверочка после сборки спасибо за внимание подписаны на канал и показать такие вот незатейные виде кино думаю что полете всего хорошего удачи